Главное в производстве – обеспечение высокого качества продукции, а МТЗ – это бренд нашей страны. Об этом заявил президент. Александр Лукашенко посетил Минский тракторный завод, который сегодня отмечает годовщину создания. При этом глава государства добавил, даже таким символом промышленности и выделение средств возможно только под конкретные выгодные проекты и на небольшой срок. Александр Лукашенко ознакомился с технологическим процессом и модельным рядом выпускаемой техники. Президенту также доложили о работе как головного предприятия, так и еще десяти, которые входят в структуру холдинга МТЗ. Говорили о планах по развитию производства и новых разработках, в том числе в сфере точного земледелия. На сегодняшний день МТЗ входит в десятку мировых производителей сельхозтехники. Около 90% тракторов идут на экспорт. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, в первом квартале Минский тракторный сохранил объем экспорта на уровне аналогичного периода прошлого года. При этом поставки в Россию выросли на 20%. Ты же видишь, на богатом Западе уже дикая безработица. Люди кастрюлями барабали, люди хотят кушать. Слава Богу, что мы это избежали, не закрылись. Нам не надо торопиться. Вот с вертолета деньги будем разбрасывать. Тут же, знаете, заявлений сейчас много. Да, надо заработать, но вопрос, а есть ли рабочие места? Ну почему, допустим, с того же районного центра, да и в Минске, общежитие дают, полторы тысячи, считай, рублей зарплата, и не пойти не поработать? Чего ждем? Ждем чего? С вертолета денег не будет. Александр Ильич, все думают, если полторы тысячи, я пришел, и мне ее дадут. Ты должен показать, что ты умеешь. Ну, естественно, естественно, но если не умеешь научить. После осмотра производственных мощностей Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом, спрашивали про экономическую ситуацию в стране, личных предпочтения главы государства в модельном ряду тракторов «Беларусь», уточняли последние данные по борьбе с инфекционными заболеваниями. Еще один вопрос касался политической компании. Так у Александра Лукашенко спросили, симпатизирует ли он кому-либо из претендентов на статус кандидата в президенты. «Исключительно». «Знаешь, я пока мало знаю, я вообще вот, но людей, которые выдвинулись, практически не знаю, за исключением своего бывшего помощника. Он, правда, хитрит, он не говорит, почему его президент уволил. Ну, это вы у него спросите. Знаете, что вот я, не зная кандидатов, что мне больше всего нравится? Вот мужики там, извините меня, кипиш подняли, где-то кто-то ходит, кричит. И мне в этом плане больше всего симпатизирует, Мирослав, вот честно тебе говорю, женщины. Они как-то тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался эти женщины. Собрали больше подписей, чем те мужики, которые в интернете пиарятся. Поэтому я, Мирослав, смотрю и думаю, все-таки женщины у нас, не в обиду нам, крепкие люди. Хоть они альтернативные мне кандидаты, и меня там по лошадь почем попало, но в рамках закона. Они ничего не нарушают, и подписи они собрали больше, чем эти мужики, которые гвалтом кричат». Президент и заводчане общались почти полтора часа. В завершении встречи Александру Лукашенко от всего коллектива вручили сувенир. Макет самого мощного трактора «Беларусь-4522» на 466 лошадиных сил Александр Лукашенко пообещал. Подарок займет достойное место во Дворце Независимости. Пакет документов о развитии сотрудничества в СНГ подписали сегодня главы правитель стран-участники. Заседание состоялось в формате видеоконференции. Основным обсуждаемым проектом стала стратегия экономического развития Содружества до 2030 года. Документ предложили принять таким, каким его уже одобрил экономический совет, но с оговоркой «Исполкома СНГ совместно с государствами придется доработать его с учетом моментов, возникших из-за пандемии, и прописать предложения в плане реализации стратегии». Их представят уже на следующем заседании главправительств, которое намечено на 6 ноября в Ташкенте. Без работы и денег из-за пандемии остались более полутора миллиардов человек в мире. Такие данные приводит ООН. Новость о банкротстве компании приходит едва ли не ежедневно. И сегодня в автоконцерне «Рено» заявили о планах по увольнению 15 тысяч сотрудников по всему миру. В одном только Франции без работы окажутся 4,5 тысячи сотрудников компании. Столь существенное сокращение штата тянет за собой программа по снижению расходов на 2 миллиарда евро, которую приняли руководители французского бренда. Будущие безработные уже вышли на улицы с плакатами против массовых увольнений. 17 390 пациентов с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19 здоровы, сообщает сегодня Минздрав. Всего в стране зарегистрированы 40 764 человека с положительным тестом на коронавирус. Проведено 512 418 тестов. За весь период распространения заболеваний в Беларуси умерли 224 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией. Но тем временем больница скорой медицинской помощи в Минске возвращается к прежнему режиму. Сюда уже не госпитализируют пациентов с COVID-19, а врачи могут перейти к своей обычной работе. Это связано с тем, что Беларусь находится на плато по коронавирусной инфекции и необходимости в таком количестве коек, которое создано в стране, уже нет. Со среды начинаем принимать пациентов кардиологического и инсультного профиля, имеется в виду без патологии с COVID-19. На сегодня остаются еще около 40 пациентов. 20 мы договорились о переводе в другие клиники. Отправим на, скажем, долечивание и реабилитацию. Больница, которая многопрофильная, много разной патологии сочетанная, травмоожоговые пациенты поступают, токсикологические. Поэтому, конечно, целесообразность в этом есть, вывести и попытаться сделать нас чистой больницей. Это не единственная клиника, которая уже переходит на обычный график. К работе по профилю возвращается и столичный онкодиспансер, где на время пандемии два корпуса были инфекционными. В течение недели они полностью вернутся к своим непосредственным делам. Футбол круглый год. В Витебске близится к завершению строительства манежа, где воспитанники местной спортивной школы смогут проводить тренировки даже зимой, что раньше для самого северного региона было проблемой. Строители возводят последний фрагмент опоры будущего манежа, но основная работа на самом поле. Здесь уже формируют так называемую подушку. Это основа будущей площадки. Сверху останется расстелить газон. Под крышей будет стадион стандартных размеров. Одновременно смогут заниматься около ста ребят. В прошлом году в городе при местном клубе заработала Академия футбола, в которой сейчас занимаются 600 детей. Современный футбол пришел к тому, что круглогодично должны в особенности дети тренироваться на натуральных полях, на натуральных размерах. К сожалению, ранее у нас этой возможности не было. В первую очередь это будет связано с работой детской и юношеской школы и созданной в том году Академией футбола. У нас дети будут иметь возможность круглогодично тренироваться. Из строительных работ осталось установить специальный купол, куда будет нагнетаться воздух. Открыть новый манеж городские власти готовятся летом. В Витебске его возвели рядом с главным стадионом. Теперь здесь один большой футбольный комплекс. Подобные манежи построены уже во всех областных центрах. Витебск последний, где не было крытой площадки.